Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем чтение первой книги Парли Пименон. И сегодня мы будем читать 12 главу и первая тема «Дружина Давида от Сакелага до воцарения в Хевроне». Это как бы главная тема. И сие также пришли к Давиду в Сакелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении. В прошлый раз мы перечисляли имена героев Давида и уже рассуждали о том, читали, как Давид делает Иерусалим столицей. А здесь как бы возвращаемся к временам, когда Саул, сын Кисов, еще был царем, и он преследовал Давида. Вооруженные луком, правой и левой рукою бросавшие камения и стрелявшие стрелами из лука из братьев Саула от Вениамина. Главный Ахиезер, за ним Иаз, сыновья Шимая из Гивы, и Зиэль и Фелет, сыновья Азмовета, Бераха и Егу из Анафофа. И перечисляются другие имена до 7 стиха. С 8 стиха из Годиан перешли к Давиду в укрепление в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные, лица их, то есть они были такие решительные воины, что их лица были как бы львиные, внушали страх врагам. Кстати, удивительно то, что из колена Вениаминова, из братьев Саула люди переходят к Давиду, но, наверное, они все-таки поставили Божье пророчество выше своего происхождения. Лица их были львиные, и они быстрее серн, и они быстрее, как серны на горах, вот так сказано. То есть они воинственны, как львы, и быстрее, как серны. Хотя серны — это хрупкие животные, но очень стремительные. Главный — Эзер, второй — Авадия, третий — Илиав, четвертый — Мишманна, пятый — Иеремия, шестой — Афай, седьмой — Элиэль, восьмой — Иханан, девятый — Элзавад, десятый — Иеремия, одиннадцатый — Махбанай. Они, сыновей Гадовых, были главами войске, меньшей над сотнею и большей над тысячью. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. То есть люди очень решительные, очень воинствующие. Пришли также и сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду. То есть часть пришли, когда он жил в одном месте, а когда он в укрепление, пришла другая часть людей. И тоже опять мы видим Вениаминовых людей, в общем-то, сродники Саула, но которые решили быть вместе с Давидом. «Давид вышел навстречу им и сказал им, если с миром пришли вы ко мне, то есть он хочет понять, почему, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце». То есть он готов с ними примириться, хотя их род Саула долго враждовал с Давидом. «А если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то есть я ничего плохого не сделал, достойного смерти, то Давидит Бог отцов наших и рассудит». То есть он как бы больше доверяет Богу, принимает их людей, потому что он не видит их сердечное намерение. Давид хочет верить, что они проявляют уважение к нему, переходя к нему. И 18 стих. «И объял дух Амас, Сая, главу 30, то есть дух, и сказал он, мир тебе, Давид, и с тобою, то есть мир тебе и с тобою, сын Есеев, мир тебе и мир помощникам твоим, ибо помогает тебе Бог твой». Тогда принял их Давид и поставил их во главу войска. То есть он ощутил, что Дух Божий тоже посещает этих людей, поэтому он понял, что с такими людьми можно иметь общение, оказать им доверие и даже поставить во главу войска. Блаженный Августин пишет, «Господь даст слово провозвестниц великое множество, это Псалтырь 67, 12. «Не колеблясь, вознесу эту молитву Господу и за тебя, это его письмо одному верующему, чтобы в нашем споре победила истина, ибо ведь ты заботишься о славе не для себя, а для Христа. Когда ты победишь, то в этом будет и моя победа. Если я осознаю мою ошибку, и напротив, в моей победе ты одержишь верх, поскольку не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». И вот Даля Августин как раз выходит на книгу Паралепименона, на тот текст, который мы сейчас читаем. Так и в книге Паралепименон мы прочтем, что сыны Израиля вступили в битву среди острых мечей, кровопролития и трупов с миром в сердце, поскольку помышляли не о своей победе, а о победе мира. Действительно, в 18 стихе несколько раз повторяется слово «Мир, мир тебе, Давид, мир тебе и мир помощникам твоим, и как бы цель этой битвы установить мир». И блаженный Августин рассуждает, что когда мир воцаряется между народом Божьим, они одерживают победы над любыми своими врагами. Из Калина Манасина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря на нашу голову, он перейдет к господину своему Саулу. То есть он как бы видимым образом перешел на сторону филистимлян, мы это помним, но на самом деле он сохранял верность своему народу. Об этом рассказывается в «Первый царей» 29, 2 по 9 стих. И вот тогда из Калина Манасина перешли некоторые к нему. Когда он возвращался в Секелак, а тогда перешли к нему из Манасиян, Однах, Иозават, Идеэль, Михаил, Иозават, Елигу и Цильфай, тысячи начальники у Манасиян. То есть переходили вожди тысячи начальниками, а за них их тысячи. За ними шли их тысячи. И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске. Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико как ополчение Божие. В каком смысле как ополчение Божие? В том смысле, что трудно было сосчитать. Такое множество людей было. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господню. И далее перечисляются имена разных колен и от какого колена кто пришел и что они принесли с собою. Они приходили не с пустыми руками. И так до конца этой главы. И прочитаем последний сороковой стих. Да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова, Нафалимова привозили все съестное на ослах и верблюдах, и мулах, и валах, муку, смоквы, и изюма, вино, и елей, и крупного мелкого скота множество, так как радость была для Израиля. То есть объединяясь вокруг такого лидера, как Давид, он был и политический деятель, и военачальник, а главный пророк Божий, люди испытывали радость. И они по-разному его поддерживали. Кто-то оружием, своим геройством, а кто-то заботился о пропитании воинов и привозил все то необходимое, без чего армия не может существовать, чтобы обеспечить им нормальный обоз, чтобы воины могли питаться и чувствовать себя обеспеченными всем необходимым. То есть царство Давида набирало мощь за счет того, что оскудевал дом Саула, нечестивого царя, а дом Давида возрастал. Сопоставление двух царей Саула и Давида в некотором смысле это сопоставление ветхозаветного мира с миром новозаветным. Как сказано, закон произошел через Моисея о благодати истина через Иисуса Христа. Златоуст выразил эту мысль словами «как небо отстоит выше земли, так и новый завет выше ветхого». Давид это образ Христа, а Саул это образ лидера ветхозаветной церкви, которая не сохранила своего достоинства, особенно в событиях, связанных с предательством Христа, его смерти, когда Иисуса в храме разорвалась надвое, то есть Дух Святой, Кадеш-Руах, он покинул этот храм, как Христос предсказывал, ваш дом остается пуст. Так и в случае вот этих двух царей Саул и Давид, дом Саула пустеет, а дом Давида умножается, как Израиль оказался в рассеянии после разрушения римлянами Иерусалима, а церковь возрастала и возрастает. Иерусалима